всех приветствую мои родные любимые и сердцу дорогие христолюбчики брат и сестры христе все люди на земле всех приветствую соскучились по мне я по он тоже сегодня хочу поговорить опять по биометрии я даже не знал как ролик назвать как-нибудь ну знаете у меня не получаются хай хайповые темы я не умею делать не знаю как их надо обзывать там продал свой голос дьяволу их можно так назвать или там не знаю лицо я уже записывал ролик про паспорт про загранпаспорт который я получил в прошлом году и вот я недавно захожу в сбербанк там у меня было немножко налички в принципе я сейчас давно уже пользуюсь только телефоном оплаты вот это nfc кто знает даже не карточками а прямо посредством телефона но у меня тут немножко налички я кое-что продал старое оборудование кое-какое мне тут оставалось и я пошел от наличку положить в сбербанк в банкомат ну я положил все и мальчик стоит как всегда но консультанты до банкоматы и он говорит что типа банкоматы скоро перестанут так работать нужно сдать биометрию лица и голоса ну вы знаете я ничего не боюсь я не отношусь к тем людям кто вот это все уж как только не называют и чушь и ерунду и психопатию и шизофрении уже по этим всем банкоматам да я поэтому к этим людям не отношусь как я уже сказал я кто знает у меня на канале христа любви были есть чтение книги откровения там у нас речь идет вообще о другом вот и эти времена когда будет настоящую печать антихриста люди принимать более того этот образ там должны будут сами что-то сделать типа иконы вы помните там все очень сложно и вот эта банальная психопатия которая сейчас идет особенно среди верующих христиан да порой даже это уже вышло давно за грани христианство есть многие люди мира так тоже там и борются с этими чипируем все это конечно же от нас далеко и все это можно назвать притечи ну знаете и сейчас можно ножом убить но можно ножом приготовить себе пищу порезать овощи сделать вкусный салат себе своим близким детям родные мужу и жене так что дело не в инструментах который существует в этом мире а в том как мы ими пользуемся если пользоваться вот мы сейчас с вами все пользуются интернетом видеокамерами мониторами микрофонами я очень доволен что вы уже знаете этот ролик принципе идет уже можно сказать так серийный на канале на этом проповеди есть у меня плейлист о последнем времени трех шестерках я в общем туда их и добавляю кто хочет предыдущие ролики посмотреть найдете этот плейлист всегда есть в описании к ролику все эти ссылки если не найдете что пишите в комментариях тоже под роликом или в личку я все расскажу помогу где что нужно найти вот и конечно же это психопатия она идет именно потому потому что люди верят непонятно во что все эти инструменты игры сейчас можно и вы знаете кто не в курсе я скажу может быть меня слушать люди совсем не образован точат крепостное право даже на руси на святой руси отменили за 50 лет то скажем до конца этой святой руси и ну я так образно понятно цифрами варьирую округляют из или 150 лет назад и до этого спокойненько при христианской святой руси много сотен лет на руси было крепостное право кто знает кто такой крепостной этот человек без права и всяких возможности защититься да это абсолютно бесправно эта вещь как там называли на руси помещиками и так далее это обычные вещи помещиков были то же самое что раб в древности и кто не в курсе их посмотрите когда закрывались последние колонии европейские англии франции германии посмотрите до какого времени была канонизирована индия посмотрите до какого времени был канонизирован гонконг весь восток канонизированной европы посмотрите до какого времени было рабство в северной и южной америке посмотрите поисследуйте эти вопросы и посмотрите как это рабство, как это, я слово какое говорю, канонизировано, колонизировано или нет, я что-то попутал, но если я говорил канонизировано, колонизировано, да, что эти страны, Восток, Америки, до какого времени они были колониями этих стран. Все это внимательно посмотрите, поизучайте даты, увидите, что все это было сравнительно недавно и очень спокойненько. И посмотрите, какими средствами вся эта колонизация удерживалась. Обычными человеческими ресурсами, обычным автоматом, обычной саблей. И спокойненько люди находились в рабстве. Достаточно было железных оков, пистолет, автомата, сабли, окопанные рвами там огражденные, будки, или где их там содержали рабов, запирали, как и крепостные, в сараях и так далее. Отсутствие каких-либо прав, документов, чтобы люди ничего не могли сделать. Вы знаете, да, мы сейчас тоже относительно рабы, так скажем, люди разных сословий. Ты порой на своей работе, как раб, тебе и платят, как рабу, и потратишь ты по 20 часов в сутки. Это тоже есть. Ролик сегодня не этому посвящен. Но то рабство было абсолютно бесправным. Сейчас, в принципе, даже нищие может бывает в случае чего-то добиться, где-то и в суде, или в каких-то организациях, инстанциях. Когда ты был рабом или крестьянином, ты не имеешь вообще... Ты просто вещь. Точно так же, как никто никому не предъявляет, если вот я сейчас возьму собственный монитор и выкину на помойку. Ну, кто мне что скажет, разобью его. Никто, ничего. Вот человек это был вещью. Вот мы любим поклоняться древним философам, великим людям. Я говорю, слушайте, это, конечно, хорошо цитировать их фразы. Я, конечно, сам это делаю. Но я стараюсь это делать с умом. Я думаю, вы знаете, немногие знают, что фраза «Есть в жизни три вида орудия» – это копательные, мычащие и говорящие. Об этом говорил великий-великий, действительно, философ, Аристотель, мыслитель. Ну, тогда они все, они астрологами, кем там только не были древние люди. Науки были не настолько обширны, да, вот. Это, конечно, были богатые люди в основном, те же самые, все эти ученые. И вот тоже самое Аристотель говорил. Есть копательные, но я, честно, не помню, дословно можете загуглить этот вопрос, узнать. Есть мычащие, в смысле, вот быки, волы, там, животные, так скажем. И есть говорящие. Это орудие, просто орудие. Он рабов не считал вообще за людей. Но при этом у него есть глубокие мысли о любви, о жизни, да. Ну, вот так он относился к людям. Есть рабы. Это просто орудие. Вот и все. У меня есть и палка-ковырялка, и грабли, и лопаты. И еще у меня есть рабы. Есть коровы. Вот так вот. Так что, по поводу ближе к теме. Вот я захожу в этот Сбербанк, и этот мальчик мне говорит. Нужно знать биометрию и образец голоса, потому что скоро уже действительно банкоматов, которые будут просто там карточку подложил, или там даже уже отпечаток пальца, этого будет недостаточно. Будут современные банкоматы, которые будут, нужно будет определение Face ID, или голосового управления. Я единственное, потом я, ну я, естественно, согласился, мне все это не жалко. Мы отошли, сели там на, ну, понятно, да, места, где можно посидеть. Все, я взял свой телефон, вошел в личный кабинет, естественно, онлайн, Сбербанк онлайн. Там, естественно, закрутился этот кружочек, я по-разному покрутил голову, все, это с меня снялось. В этот же телефон, в свой, я сказал голос, все, образец взят, и на этом, в общем-то, и все. Единственное, он когда сказал про банкоматы, я говорю, слушай, а зачем мне это? Я хотел потом сказать, что, типа, да я банкоматом-то, я вот раз в сто лет пришел положить. Ну, понятно, что наличие еще существует, и мне когда-то придется. Поэтому, просто я не часто пользуюсь, так скажем, вот, хотя как раз именно в экстренном случае, может, это было бы и пригодится, поэтому я-то не против. И вот насуется с этим, я говорю, все это демонизирует. Вот я прошел это, как видите, у вас на глазах сижу, жив-здоров, вроде бы, в психушку не положили. Я что хотел, во-первых, сказать, пару трезвых мыслей. Во-первых, все это делалось на обычный смартфон, который у всех у нас с вами есть, да, и кто в курсе, кто не в курсе, я не знаю, какие у вас там смартфоны, у меня, я дорогие не покупаю вещи, ну, бывают дорогие, конечно, технические вещи покупаю, вот там ноутбук у меня хороший для работы, естественно, для и сейчас этой деятельности. Телефон я с Алик уже какой раз заказывал, последний тоже за 10 тысяч заказал, там полный пакет, но он какой-то там не брендовой фирмы, поэтому он стоит 10 тысяч, но, в принципе, в нем все есть. Там же было и Face ID, я очень удачно и с радостью пользуюсь, ты просто подносишь к лицу телефон, и он уже разблокируется, даже не надо мне отпечатка пальцев. Ну, правда, вечером это не срабатывает, приходится все равно пользоваться графическим ключом этим, да. Да, слушайте, вот насуется с этим издаванием биометрических данных, что вот они будут в базе. Особенно, действительно, я стал замечать, вот ты смотришь этих ролики, этих, кто все это демонизирует и на людей панику наводит, поэтому с ума сходит. Вот я даже их, особенно многих людей видно, они не только там, допустим, закадры в какие-то фильмы снимают, они сами, кто-то скрывается, кто-то не скрывается, многие публичные достаточно личности, я не люблю, вы знаете, в плохом контексте там называть фамилии и имена какие-то, я думаю, что вы сами догадаетесь, о ком речь идет их в интернете, не так много, но есть, это те, кто публично за это выступает, борется и так далее. У них же все есть, все эти телефоны, они всеми оказывается, потому что смотришь по контактам, заходишь на их сайт, у них сайт есть, у многих достаточно крупный, у них все есть, все регистрации, все WhatsApp, все мессенджеры, WhatsApp, Telegram, Viber, все телефончики есть, все у них есть. Я, конечно, не скажу, что я со всеми там, скажем, близко знаком, поэтому я говорю, я не называю ни имен, чтобы никого, ну, это и так можно понять, все это видно, действительно, у них у всех есть деньги, онлайн кошельки, Сбербанк онлайн тот же самый или другой онлайн того банка, который они пользуются, все у них есть, и уж как минимум, я говорю, по тем же самым координатам тех же самых сайтов, ресурсов, описаний под роликами, где они зачастую оставляют эти координаты, но при этом борются с этими же самыми русскими паспортами, борются, действительно, и смотришь, он уже в другой стране дает конференцию, а как, интересно, он туда без загранпаспорта попал, а вы знаете, вообще-то российский паспорт пока еще, какой бы он ни был, самый последний, но я тоже, я, кстати, достаточно недавно, потому что мне пришлось поменять, у меня была замыленная фотография, попала вода, печать, я помню, когда был в Бутурлинох, кто знает, в деревне, где я жил, и я поменял как раз паспорт, там еще ничего не было, чуть он отличался от прошлого, а вот загран я получал, кто знает, я показывал, можете посмотреть предыдущий ролик, найдите его в плейлисте в последнее время, вот там уже действительно в голограмме мое лицо я показывал, внутри, скорее всего, или там вроде есть, там никто тебе ничего не рассказывает, кстати, когда я его получал, это действительно так, внутри, видимо, там какой-то чип есть, наверное, его можно действительно прикладывать, хотя он выглядит достаточно как и предыдущий паспорт. И они где-то вот путешествуют, ты их всех видишь, многие живут за границей с русским гражданством, ну, говорю, про многих-то я знаю, что говорю, да, за всех говорю, не могу сказать, но даже про этих я не называю имен, я говорю, у них есть и блоги, и статьи, и про себя кое-что они все-таки не скрывают, и ты просто поставляешь факты, и понимаешь, что люди наполовину лукавствуют минимум, вот, а наполовинку это, знаете, бочку меда с каплей даже дегтя уже никто есть не будет, да, вот. Здесь то же самое, вот что толку я в Сбербанк? Я в Сбербанк лишь, так скажем, сдал свои биометрические данные, тот же самый голос, мне хотелось картинку еще поставить, знаете, из этой, из русалочки, особенно старого американского мультика, где она там голос, помните, продала за то, чтобы ноги получить. Вот мне вот эти вот бредни напоминают эти сказки, да, что могут там чуть ли не твой голос украсть. Слушайте, если надо будет вас подменить где-то или еще что-то, уже все, уже ваши голоса в тех же самых видеороликах на Ютубе, образец вашего голоса давно уже есть везде, где надо, и не только в Сбербанке, и о всех тех тайных сообществах, обществах или государственных структурах, которые вы говорите, там уже давно все есть, вы не переживайте. Там уже ваши голоса, ваши фотки, ваши Face ID, через которые через телефон издаете, ваши фотографии, по вашим фотографиям, которых у многих, которых достаточно в соцсетях, по тем фотографиям, которые вы делаете, когда вы ездите по тем же самым святым мощам или еще куда-то, или на собрание каких-нибудь великих протестантских проповедников, уже все давно сосканировали. И по этим фотографиям достаточно можно сделать и Face ID ваш, и 3D изображение, все что угодно. А уж про голос я вообще молчу. Вы каждый день разговариваете по телефону, вы каждый день пишите эти аудиосообщения друг другу в мессенджере, вы сами же записываете эти ролики. Так что все уже давно есть. И какая разница, я сам его еще оставил в Сбербанке, когда я каждый день говорю по телефону, когда я сто раз уже звонил, наверное, в службу поддержку, Сбербанка по каким-то там личным проблемам. И, наверное, каждый из вас это хоть раз в жизни сделал, а уже пишется все эти записи, с каких времен, вспомните, когда ты звонишь и говорит, ваша запись записывается. И все это давно хранится уже. Естественно, сейчас хоть и есть проблемы с хранением цифровой информации, но их своевременно, естественно, решают, иначе бы не внедряли технологии, не подготовывая длинную почву. Эти хранилища достаточно, именно поэтому, кстати, технологии идут порой, кажется, заторможены. Почему видео не так котируется, там, 4К или 8К? Да потому что, конечно, открыть сейчас доступ, всем их заливать и так далее, там места не хватит. Специально поменьше выпускают телевизоров и так далее, все равно с такими этими. И эти технологии они делают доступными, дешевыми, чтобы успеть там сделать эти объемы. Так что вот тоже вот, вот я живой вам пример. Ну, сдал я, ну и что? Как они будут влиять на меня? Да что это вообще за бред? Я говорю, вы все давно, мы все в этой сети, мы все в этой цепочке. Это ничего не изменит. И сейчас тебе никто не предлагает выбор между жизнью и смертью, между Христом и Антихристом. Ни теоретически сделать это выбор, какой-то там чисто за учение и за имя Христово. Ни уж тем более, у вас пока никто к грешной жизни не соблазняет. Вас что, когда вы сдали голос или биометрию лица в банк даже? Вас что, кто-то убить кого-то призывает? Нет. По поводу всех этих тайных влияния, это вообще шизофрения. Я даже такие вещи разбирать не хочу. Это шизофрения чистой воды. Если она на какого-нибудь душевно больного человека и действует, через то же самое самоубеждение, возможно, где-то он вот такой же ваш дебильный ролик услышал, что все на него там действует, на гоя, на бедного господа, у него, естественно, шиза-то это вы сами ее подпитываете и начинается. Сколько в интернете роликов я хотел поставить? Кто знает, один-то начался там на лбу-то нарисовал, все это записал как правда, потом сам себя разоблачил, сказал, что я хотел проверить дебильность. И сделал это фейковое видео. Так его все эти подхватили, вся эта орда, которая все это демонизирует. И когда он сам фейк выпустил, через месяц, помню, я не помню, там набрал миллионы ролик, что я просто так решил приколоться. Он, кстати, один чуть ли не из них там, только что-то там откололся или разубедился. Я не стал фотографии вставлять. Кто знает, этот ролик он там все светил себе на лоб, сам маркером нарисовал, кривые палочки такие, и говорил, что вот меня там чипанули в Сбербанке. Ой, как они подхватили эту радостную новость. Он сам через месяц говорит, да я нормальный тип, я специально это выставил, чтобы посмотреть на этих больных, как они все это подхватят, как это разойдется, какая реакция. Он говорит, я социальный эксперимент вообще ставил. Вот до чего все это доходит, я говорю. Это просто больная шизофрения, к сожалению. Я вот эти ролики пишу, конечно, сам я всегда люблю людей, которые вежественные, здравые, умные, рассудительные. Когда я говорю, все, что основывается на книге откровений, покажите мне в интернете хоть одного проповедника, у кого книга откровений зачитана последовательно. Кому-то кажется, что я там гордый, хвалюсь вечно этим или еще чем-то. Но я хвалюсь, не хвалюсь, а дела говорят за меня. У меня на канале, я надеюсь, через полгода будет Библия целиком записана. У меня записан целиком Новый Завет, включая книгу откровений. На сегодняшний день, вот сейчас я после обеда пишусь, 26 декабря 2019 года, и на сегодняшний день, вот как раз до обеда, я записал последний ролик по книге «Песни песней». То есть я записал все от книги Библии, от первой главы, от первого стиха первой главы до, вот «Песни песней». А это значит, я записал «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие», «Иисус Навин», «Судьи», «Четыре книги царств», «Две книги про Липопенон», «Псалтырь», «Притча Соломона», «Экклезиаст» и вот сегодня «Песни песней». Все, у меня остался корпус пророчества, это ровно половина Ветхого Зайта, это пророческие книги, книги пророков малых и великих. Я надеюсь, вот сегодня, говорю, через пять дней 2020 год, я надеюсь, к лету 2020 года, еще за полгода, все это дописать, и новый завет, рассчитываю записать второй круг, с более новыми, такими некими мыслями, свеженными, по новому сайту, кто знает, у меня есть, с более лучшей подачей. Посмотрите, есть у проповедника хоть одного книга «Откровение», записана последовательно, где он объясняет все, где видна динамика развития исторических событий, ибо книга «Откровение» это точно такая же книга, она из одного корпуса книг, вот этих, которые я вам перечислил. Даже пророческие книги, их отчасти можно историческими назвать пророком Ветхого Завета, но уж книги «Евангелие», «Жизнь и учение Иисуса», книга «Деяния опроса», и книга «Откровение» это книги последовательных событий. У вас в книге «Деяния» сначала не суд над Павлом, описана потом Пятидесятница, сошествие Святого Духа, апостолов, ранних христиан, а все написано последовательно, как шло развитие учений Иисуса Христа и его учениками, как стала распространяться Евангелие. Уж книга «Евангелие» написана не задомным, берет не с распятия Иисуса Христа, а даже с его родителей. Все последовательно написано о Деве Марии, о Беосифе, кто они, что они, как все это случилось, зачатие Девы Марии и заканчивается чем? Судом, незаконным, смертью жестокой, убийством Иисуса через распятие на кресте, его смертью, воскресением, и вознесением на небеса, откуда и все моего верные ученики и Девы, полные, у кого лампады елея, зажженными огоньками, ждем его, подвязаясь к жертвенной любви и проповеди этой истины по всему миру до краев земли. Книга «Откровение» точно такая же, только она о последних временах, все там последовательно рассказывается. Все эти печати в 13 главе описаны. И лишь в 13 главе сказано, что ради избранных, когда начнут сгоднения, сократится это время и править он будет три с половиной года, как там написано, да, тысячу дней, там сколько, помните, да, три с половиной года там получается. Получается с 13 главы до 19, где второе пришествие описано Иисуса, вот как раз эти шесть глав, там еще чаши вот эти будут выливаться на землю, это и есть три с половиной года. Но до этих времен-то, до 13 главы еще сколько, кто читал? Там еще семь печати, при седьмой печати семь труп еще, и каждое, это нереальные какие-то события описаны. Храм должен быть построен, уж почти, наверное, каждый, кто этими вещами увлекается, действительно изучает, исследует, для того, чтобы знать, храм должен быть построен в Иерусалиме. Два пророка будут в Иерусалиме в эти последние времена там проповедовать, затворять небо, будут убиты, будут воскресены Богом и взяты живьем на небо. Эти два пророка, почему их и сравнивают, и так скажем, называют их в духе Еноха и Илия, тех людей, которых Бог как бы уже брал живьем на небо, на небо, с земли, да? Да разве там описано эти события? Нет, разве они случились? Нет еще. Поэтому все это до тех пор, пока эта 13 глава не наступит, а до нее еще столько событий, еще очень-очень-очень далеко. Но я так это в смысле очень-очень тоже говорю, понятно, никто не знает ни времен, ни сроков, но, как Господь сказал, смотрите по смоковнице, по ее времени созревания, как хотите, листьями, распусками, вот, все, что описано в книге Откровения последовательно, я вообще всем явно говорю, что мы даже не вступили в книгу Откровения, даже в ее первую главу, так скажем, хотя первая глава, понятно, является предисловием таким неким. Мы в нее не вступили. Книга Откровения начнется тогда, когда будет построен третий храм, причем он будет построен не в 12 главе, не в 13, не в 11, не в 10, не в 10, не в 18. С построения храма Соломона в Юрусалиме и начнется проповедь антихристианства. Скорее всего, христианство станет опять гонимым и начнется книга Откровения. И все там вот эти события, печати начнут открываться. Именно первая печать, эти черные всадники на белых конях, на белых пушистых пони, это и есть волки в овечьих шкурах. Это и начнется проповедь, как написано, и дана им власть побеждать. Кого? Вот они будут побеждать. Это начнутся проповеди всего антихристианского, прямого отречения от Иисуса, от Евангелия, прямого отречения от евангельской жизни, проповедь, отречение, и естественно отречение, потому что написано, что они будут побеждать. Вам все будут подсовывать, все что угодно. Это будет все злое и недоброе. Внешне, правда, это будет, знаете, как в Советском Союзе, вроде внешне так все было хорошо, вроде мир, дружба народов, только когда внешнюю палку убрали, такую дружбу показали, что вырезали друг друга. Так что вот так вот. Поэтому очередную роль хотел записать, чтобы трезвые люди, все надо всегда на своем примере показывать, что толку-то в этот Сбербанк, ну и что, и чего. Сейчас соцсети никакие, все небезопасны. И все это вообще в принципе тоже. Казалось бы, ты всеми этими уникальными своими данными, голосом, там, глазом, отпечатком пальцем, фейсом, вроде казалось бы, да, думаешь, уже устал тоже, то там взломают соцсеть, то еще что-то. Казалось бы, вот бы уже и к компьютеру прилепили бы, и в компьютер бы ты во все соцсети заходил бы. Какая разница? Есть гении такие же на другой стороне, которые могут взломать твой компьютер, и точно так же с тебя фейс снять и уже им, пожалуйста, заходить куда угодно. В жизни Господь все придумал, вот так баланс. И важно на самом деле только одно все. Как ты поведешь перед лицом добра и зла, что ты выберешь, вот и все. Тебя могут и незаконно посадить, это было во все времена, и понятно, что сейчас технологии растут, конечно, сейчас можно, кто видел фильмы, даже уже есть отрывки, действительно выбрасывают, знаете, мне в голову вбился, я где-то увидел, я даже его смотреть не стал, но так, краем глаза увидел. Кто знает, Терминатор 2 фильм, да, его сняли, как будто там Сталлона, как-то наложили Сталлона туда, и как будто это, а они вечно не любили друг друга, ну, под старость они вроде сейчас нормально общаются, а в молодости, говорят, такими конкурентами были, терпеть друг друга не могли, шварцнеггер, они такие, как киноконкуренты и бодибилдеры, вот, и прям я видел этот отравл, и почему-то не какой-то там монтаж сложный, то есть есть технология, да, и сейчас, конечно, в принципе, скоро могут ваш голос подстроить, и действительно, что вы что-то там сказали, чуть ли не к терроризму, призывали вас в этом обвинить, вот так ваш голос своровать, да, на основании него его создать, и любую речь ты будешь вот так произносить в камеру, а будет твоим голосом говорить, человек это записал, куда-то выкинул, и все, тебя подставили, но вы знаете, это все было и до этих цифровых технологий, и так тебя могли оболгать, точно так же, просто оболгали, и все, тебе, как Иисуса обвинили, убили, вспомните в книге Даниила, которая считается тоже апокалиптических пророков, вот мы до нее доберемся, будем читать, как в конце судили эту Сусанну, по-моему, да, ее звали девушку, эту царицу, или не царицу, я уж не помню, кто она была, придворная какая-то, или просто, да, помните, два там похотливых старичка позарились на одну-то, и стали ее обвинять, и все, и никто против, ничего сказать не может, а вспомните, как жена Езавель, да, мы с вами тоже читали, кто смотрит меня, последовательно на канале Библия, тот знает Христалю Библию, как Езавель достала виноградник, понравившийся своему мужу Ахаву, царю израильскому, помните, все, просто написал письмо старичному городу, сказал, обвините его, и побейте камнями, придумайте повод бахахульства, и все, причем тот был знатный человек, потому что виноградник иметь на расстоянии видения глаза царя, где-то близко к Иерусалиму, вы знаете, не бедный, и он и говорил, что это виноградник моих предков, вы помните, как он достался, нет, я вам напоминаю, кто хочет, можете к моим роликам всегда обратиться, я для этого хайпишу, чтобы получить более подробную информацию, да и сейчас, и все это делали и в советское время, и в царской, и во всех временах, и во всех, даже в самом последнем племени бедуа-будуэйнов, где живет 10 человек, если кому-то что-то без в ребро засядет, можно придумать все, а можно вообще просто взять и кохнуть человека, без суда, и следствия, если у тебя есть власть какая-то, и возможности, деньги или там отмазок, все это было во все времена, все Господь придумал сбалансированно, и на самом деле, тебя так же как подставят, будут какие-нибудь хакеры на стороне света, таких людей будут спасать, выручать, или доказывать, разоблачать, что это запись, ее наверняка можно будет, эту запись увидеть, все равно, она настоящая, или она сфабрикована, или туда человек, тот, кто фабриковал ее, подстраивал, что эта запись пропущена через вот эту программу алгоритма, или это живой голос, записанный человеком, можно будет все это видеть, как-то наверняка, там как это, кто знает, у хакеров-программистов называют, по-моему, информационные следы, или что-то такое, ну как и в живом преступлении, так и там, там есть, где люди следят, вот, и по этим следам можно найти, это подстава или нет, это оригинал, или это фейк, с изображениями, с видео, все одно и то же, так что вот так вот, вот мое такое мнение, не фанатеть от этого, ни шизофренией, ни заниматься, такие ролики подобные, и смотреть-то не полезно, уж не говорят, чтобы что-то там вникать, вдумываться, интересоваться, и еще эту заразу, дальше распространять, по всем соцсетям, они там, понятно, миллионы набирают, я в принципе, не рассчитываю их остановить, это там, бог все придумал, сказал, что плевелой пшеницы, все росло, дожатвы, вот, но кто здравый человек, тот этого не будет делать, и это не маленькое дело, даже если вы это не вняли, и это не сделали, это тоже уже очень хорошо, так что вот так вот, ну на этом, наверное, у меня все, не хочу я больше уделять эту тему, хотелось поделиться, ну я конечно баню, всех мне неугодных на канале, я представляю, если ролик попадет к фанатикам, вот этого, это конечно караул будет, вот, ну трезвые люди, но только порадуются, да и его все забивать этим, ничем не будут, вот так вот, ну а может быть, какие-то колеблющиеся, может быть, даже этот мой маленький ролик, чем-то поможет, чем-то убедит, хочется, чтобы так именно и было, ну ладно, у меня на сегодня все, рад был всех видеть, слышать, всех по-братски обнял, поцеловал, всем желаю всего самого доброго в вашей жизни, пока-пока, до встречи в следующих роликах.